Приветствую вас. Я думаю, что ответить на ваш вопрос можно следующим образом. Ну, во-первых, в том, что касается сути вопроса, да? Значит, некоторые люди демонстрируют себя, потому что, собственно, больше демонстрируют нечего, а выделиться хочется. Хочется выделиться, хочется, чтобы было внимание, хочется, чтобы для кого-то это было значимым. Ну, для, я имею ввиду, широкого круга людей. Вот. То есть, это такая, слово рода, зверная болезнь. И с появлением социальных сетей это просто... Большее количество людей могут показать, что им хочется быть публичными, хочется быть... Как бы хочется иметь славу определенную. И не важно абсолютно, как... Как они этой славы добьются, да? Вот. И все. Ага. Это первое. Второе. Есть те, кто демонстрируют тело просто потому, что считают, что, ну, если... Тело красивое, да, почему бы его не продемонстрировать? То есть, это... Если есть что показать, почему не показать? Почему не показать? Почему не показать? И это тоже нормально. Как бы... Ну, не знаю. Одевают же, например, девушки, да и мужчины тоже обтягивающие, там, футболки и прочее. Так что, если есть что показать, почему не показать? Это тоже такая позиция. И она может быть моральная, она может быть аморальная, но она есть, она имеет право на существование и прямого запрета к этому нет, хотя... Тут тоже двоякая история. Но, тем не менее, да? Вот. Вот. То есть, тут вот такая экзистенциальная позиция. В принципе, в принципе, некоторые люди могут считать тело чем-то естественным, и что это связано с телом тоже абсолютно естественным, и напротив считают, что скрывать тело, ну, это не естественно, это не нормально. Да? То есть, как бы, ну, тут опять же, именно такие мировоззренческие позиции. У кого-то это может быть сексуализацией. Сексуализация это такой механизм защиты психологической, когда человек выставляет, например, на показ, ну, вот, образно говоря, свое тело, да? А в действительности отталкивает от себя людей, которых он считает достойными, и притягивает к себе людей, которых он считает недостойными. Тем самым подтверждая свое мнение о себе, потому что совершенно понятно, что тело, оно, в общем-то, не всегда показатель психологической, психологического здоровья человека, и, в общем-то, может быть и такая история. В конце концов, это может быть просто повышенная сексуальность и нарциссизм, когда человек любуется собой, хочет, чтобы им любовались и так далее. Вот. Это первое. Второе. Почему максимально прячут себя под одеждой люди? Как правило, это связано со стеснением, со стеснением, с запретами на откровенность, на сексуальность и так далее. То есть, ну и, понятно, традиции, религии, да? То есть, например, вот на двух восточных странах, там, видишь, она вообще не должна показывать ничего даже лица, а на глаза одевают очки. Вот. То есть, это вот традиции и скромность, стесненность, закомплексованность, страх. Штыд, штыд, штыд. Вот. Дальше. А, встретила на просторах интернета девочку, которая на своей странице выкладывает обнажённые фотографии совсем без одежды. Да, тело красиво, но зачем это делать? Ну, она просто вот, нашла лёгкий способ привлечь к себе людей, нашла лёгкий способ получить славу, она этим занимается и всё. Ну, есть социальные существования, обезьяк в лесу. Тут только за том, что подобное поведение никак не делало человеку обезьяны. И нигде не делает его менее социальным. Напротив. Делает более, более социальным. Эээ, нудистские пляжи, их существование и популяризация, зачем они доказывают, зачем они доказывают себе что-то или кому-то? Нет, это просто образ жизни, это просто образ жизни, никто никому ничего не доказывает. Это вы так видите. Я не понимаю, а зачем, зачем вам, зачем вам это понимать? Зачем? А, ну-ка, здравствуйте, девочки, которые придерживаются религиозных убеждений. Ну, тут мне ещё понятно. Воспитание их так приучили, так требуют их религии и то. Нет. Нет. Воспитание здесь не были ни при чём. Религия, да, религиозные, религиозное влияние очень сильно. Тут да, тут согласен. Или те, которые стремятся всех просидеть, чтобы для себя выгодно выглядеть. Эээ, здесь я не понял, не понял контекст. Эээ, почему меня расстрогает эта тема? Потому что, не знаю, это очень популярно сейчас, раздеваться. Это не только популярно. Это, понимаете, раздеваться, раздеваться, популярно, не знаю, годов с 80-х, наверное. Если не раньше. Когда в фильмах, в обычных фильмах стала появляться, стала появляться, появляться обнажённая натур. С тех пор. Как появились короткие юбки. Так что, вы здесь явно запоздали. Вот. У меня хорошая фигура, я не стремлюсь обноситься, с тем её показать, я не вижу в этом смысле. Это ваш выбор? Это ваш выбор. Одновременно я задаюсь вопросом. Может быть я так ещё, может быть я шепетильный к телесной теме, потому что тоже неосознанно так хочу. Елена, я думаю, что шепетильность к этой теме нужно выявить ещё, потому что я не очень понял, в чём она заключается, в чём заключается шепетильность. То есть вот вы встретили на просторах интернета девочку, которая выкладывает обнажённые фотографии. Во-первых, где гарантия, что это её фотография, а не фотошоп, например. Во-вторых, вы пишите, да, тело красивое, но зачем это делать? Для чего вам эту? Почему вы этим интересны, особенно если вы сами в этом смысле не видите? Мы не социальные существа, а не обезьянки в лесу. То есть для вас, у вас здесь, отношения негативные к чему? К сексу? К телу? В том числе и своему? Вот большой вопрос. Большой вопрос. Далее, нудийский пляжик, что они повредят, зачем они оказывают себе что-то или кому? То есть вы считаете, что люди, которые ведут себя так, что-то доказывают, а значит, у них происходит борьба. Если вы видите в этом борьбу, значит и вы тоже боретесь с чем-то. Скорее всего, с вашими внутренними ограничениями, которые вы сами себе по сути-то и выставили. Ну понятно, что вам их навязывали ваши окружения, ваша семья, но по сути вы взяли их сами. Вот. А хочется вам выйти за рамки этих ограничений. И совершенно не обязательно, что вы будете, например, обнажаться. Совершенно не обязательно. Мне представляется так, что, зная, что у вас красивая фигура, вы чувствуете нереализованность своего потенциала в этом, возможно. Совершенно вы когда-то хотели стать моделью, и это не получилось. Может быть, вам хочется больше внимания к себе, и поэтому этот вопрос вас волнует. Вот. То есть, нужно смотреть все-таки глубже, глубже. Вот. То есть, либо вы, как пишет мой, значит, коллега, да, вот, Кудрюшев Игорь Леонидович, значит, не видите или боитесь, считаете позорным. Да? То есть, вот, вы пишете, ну, вот, как бы, отвержение. Вот. То есть, тут вот такая история. Такая история. Да? То есть, другим, я думаю, что вас больше всего цепляет действительно то, что другие получают что-то, а вы нет. Вот такая штука. То есть, вы сравниваете себя с другими людьми. Именно склонны сравнивать себя с другими людьми. А своим собственным путем вы не раскрываете свой потенциал. Вот. Вы идете, видимо, вот по жизни, оглядываясь на других. Ну, серьезно. Вот. Какое вам дело до людийских пляжей? Какое вам дело до религиозных людей? Какое вам дело до того, кто что-то публикует в сеть? Ну, в сеть. Какое вам дело до этого? Один момент, если вас вообще любая тема обнажения цепляет, то нужно смотреть вопрос принятия себя и принятия своего тела как чего-то естественного и в некотором смысле священного. Но вот, в некотором смысле, повторюсь, не в религиозном смысле. И другое дело, если в данном случае обнажение это всего лишь одна из форм вашего сравнения себя с другими людьми. И тогда, как вы сами понимаете, что это вообще не та тема, о которой стоит говорить. Понимаете? То есть я вижу в этом сравнение себя с другими. Я вижу обесценивание именно своих ценностей и своих достоинств. Вот. Хорошая фигура это... Это хорошо, конечно, но это не достоинство человека. Не плюс его. То есть это не сколько-нибудь такой плюс, который можно вот реально взять и... на него опирать. Потому что фигура просто слишком легко меняется, легко теряется. Вот. И слишком многое зависит от субъективного взгляда. То есть я не говорю сейчас за то, допустим, что... Ну, допустим, популярно, да. Грубо говоря, раньше было популярно, чтобы у девочек была свиная сада, а лицо бледное. Сейчас популярно, что что-то другое. Какая разница, то все очень быстро меняется. Но нужно обращать внимание именно на незыблемые ценности, которые не меняются. Вот. Это истина. Истина. Вот. И вопрос заключается вот в этом. У вас проблема с принятием своего тела и сексуальности. Потому что у вас это все с сексуальности связано. Вот. Или у вас проблема в том, что вы сравниваете себя с другими людьми. Или проблема в том, что вы нереализованы. Ну, это как бы любой человек, сравнивающий себя с другими, да, он, в принципе, нереализованы. Вот. Это как бы одно из другого вытекает. Вот и все. Ну, так. А то, что вы делаете, морализапорство, это действительно защита. Потому что, ну, вот, как вы пишете, да, вот, в своем тексте, что тех, кто стремится всех просидить, чтобы хоть для себя выгодно, вот это вот, ну, вы по сути и делаете это. То есть, кто стремится всех просидеть. Тот, кто сам, в общем, тот только тот, кто, кого это волнует, кому не плевать. Так вот, обратите внимание на то, в чем в этой ситуации, вот, описанной вами, в чем именно вам не плевать. В чем? Ну, вот, как бы, один из ключевых моментов. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.